Всем привет. Меня зовут Павел. Работаю как раз таки в Сбере. Ведущий инженер по разработке. Работаю в голосовом ассистенте. Сегодня мы поговорим про то, как классифицировать запросы клиентов, делать это дешево и серт-гиды. Так, а теперь кто я такой? Еще раз. Ранее работал в компании SOSRUSH, занимался аналитикой, поэтому плюс-минус близок к тому, как можно работать с ML, с нейронками, с компьютерным зрением. Ну и в рамках Сбера работал в команде платежи-переводы. Наша команда создала сценарий переводы практически. Все основные – это клиент в Сбербанк, между своими счетами, СБП, оплата сотовой. И сейчас я работаю в команде брокерского бизнеса. В данном случае работаем над сценарием пополнения брокерского счета и курса акций. И плюс есть небольшой MVP, где я являюсь техледом. Так как тема доклада «Как сделать классификатор дешево и сердит», нужно понять, зачем делать его дешево и сердит. И есть большой, на самом деле, охват инструментария, который позволяет сделать качественно и там с нейронками, с LLM-ками, с другими сетками и email. Начнем с архитектуры. Небольшой. Есть какая-то платформа, у которой мы являемся заказчиком. То есть в данном случае платформа, на которой крутятся все компоненты виртуального ассистента. Есть какое-то устройство ввода. Клиент говорит что-то и поступает сообщение платформам. Происходит нормализация ввода и, соответственно, вывода, что обратно поток шел. Есть маршетизатор, есть какой-то классификатор. Допустим, клиент говорит, хочу пополнить брокерский счет. Мы понимаем, что это сценарь пополнения брокерского счета. Классификатор дает результат, маршетизатор. И есть какая-то платформа заказчика. У нас, в данном случае мы приставленные, зелененькие. Есть несколько продуктов. Помимо нас есть также и другие команды. Второй, третий, четвертый, пятый и так далее. И у них тоже есть свои продукты. Соответственно, платформа высоконагружена. И имеется большой пул продуктов, которые необходимо классифицировать. Допустим, есть такой интересный кейс, как акции магнит. И ее можно трактовать, как акции, как скидка и акция, как компания X5. И возникают такие корнер-кейсы, которые платформа в полной мере решить не может без контекста пользователя. Соответственно, это должны разруливать на своей стороне заказчики и их продукты. С течением времени возникает ситуация, что платформа может становиться все больше. Платформа заказчика. Основная платформа может менять свой вектор развития. Допустим, наш прекрасный гигачат, наш прекрасный искусственный интеллект. И платформа начинает развиваться в этом направлении. Перекидывание ресурсов, при этом рост других продуктов. И получается так, что классификация, общий классификатор работает относительно хуже и хуже. И возникает такой тренд на то, что каждая команда или каждый блок команд должен делать свой классификатор, чтобы разруливать какие-то кейсы. Выходить из этой ситуации можно создать что-то умное, как один из примеров. У нас растет количество продуктов, и мы тем самым решили сделать следующее. У нас есть одна точка, один приемник. Все запросы, которые связаны с нашим продуктом, подаются в одну точку. Мы сами проводим классификацию. И потом распределяем трафик по необходимым нам продуктам. Решает проблему? Решает. Почему именно надо сделать что-то умное на нашей стороне? Разберем возможные варианты. Первое, что приходит в голову, переиспользовать целевое внутреннее решение. Второе — это переиспользовать open-source решение, если не получилось использовать целевое. Ну и на крайняк создать свое собственное. Но для того, чтобы переиспользовать внутреннее решение, необходимо затратить большой ресурс времени. А у нас сроки. Вот тут начинают накладываться разные ограничения. То, что мы одна из команд, которые пользуются платформой, которые высоконагружены, которые проводят классификацию хуже и хуже. А есть внутренние решения, которые рассчитаны на большие команды. То есть нам такое может решение не подходить. Мы можем его не осилить по срокам. А нам, допустим, нужно за один квартал сделать весь этот классификатор, а не ждать процессов согласования, выделения ресурсов, выделения видюшек, чтобы у нас была крутая модель, и ждать два квартала, а то и три. Нам нужно здесь и сейчас. Тогда мы идем в open-source для того, чтобы найти какое-нибудь простое решение и его переиспользовать. Но мы работаем в банке. Банк, безопасность, так просто затащить какое-то open-source решение может не получиться. Это может растянуться на достаточно продолжительный промежуток времени. Ну и третий вариант — создать свое собственное решение. Нужны дополнительные ресурсы. Приходим к этому варианту. Мы говорим, дайте нам одного человечка, буквально одного, который знает, что такое ML, который умеет в ML Ops, чтобы сделать нам хороший такой микросервис, через который будет идти трафик, или мы сами будем к нему обращаться, и классифицировать запросы. Но как это обычно бывает, руководство может не дать нам ресурсов, потому что есть бюджет на целый год. И пилите сами, своими ресурсами. Расширяйте свой бэклог и впихивайте туда все, что вам необходимо. И тут мы вспоминаем три прекрасные буквы MVP. Нам необходимо его сделать для того, чтобы закрыть потребность бизнеса, не сесть в лужу, и быть в плюсе от того, что мы хоть что-то сделали, и наш продукт не просил. Но при этом не будем называть про целевое решение, которое все-таки можно встать в очередь на выделение ресурсов и в перспективе выйти на нормальное решение целевое, где уже компетентные люди могут нас поддержать и вывести целевое решение. И речь у нас пойдет о том, как сделать MVP для классификации запросов. Вспомним три веселых круга. Быстро, дешево, качественно. Нужно нас где-то здесь разместить. Непонятно пока где. Первое, что нам нужно. Сроки нужно сделать быстро. Есть ресурсы, нет ресурсов. Нужно сделать дешево. То есть мы жертвуем качества. Разместимся где-нибудь здесь. Так, чтобы было между криво и утопией, но ближе к криво, потому что совсем прям качественно не получится сделать за короткий срок компетенциями там бэкэндер-разработки без знаний ML. Хорошо. А насколько качественно надо сделать? Есть некий график от 20 до почти сотни процентов. Это целевая метрика, на которую смотрит бизнес. Метрика — это CR, то есть это конверсия, сколько людей доходит до целевого действия. В нашем случае пополнение брокерского счета, сколько людей пополнило брокерский счет. Разместим здесь две точки. Зеленый и красный. Зеленый мы там были, красный мы сейчас находимся здесь, в плохой ситуации. План минимум — нам необходимо вернуться к тем показателям, которые были ранее. Ну и план максимум — это вообще превзойти все ожидания, получить высокие оценки, премию и просто шиковать. Ну это план максимум. У нас MVP. Будем накладывать на все это какой-то технический стэк. В перспективе, конечно, хочется сделать свой очень крутой классификатор с учетом того, что платформа держит сотни, на самом деле, сценариев. Так что, когда будет заходить речь о 20-30 продуктах одной команды, то, в принципе, можно достигнуть такого качества и прибегнуть к внутреннему решению с искусным интеллектом, с нейронками, с языковыми моделями и так далее. Но какой нужен технический стэк, чтобы попасть вот в эту необходимую нам план минимума и план максимума? Простые библиотеки. PyMorphia 2 для того, чтобы обрабатывать текст. Ну и Scalern, если вы хоть что-то все-таки шарите в моделях и можете построить дерево базовое. Я не говорю про лес или градиентный бутинг, потому что у вас есть ограничения по ресурсам, а вы их не выделили. То есть обычные файлс. Как раз-таки будем и такой вариант разбирать. У нас же MVP как-никак. Спасибо. Разберем небольшой пайплайн того, как это можно сделать. У нас есть входная фраза. Пополни мой брокерский счет на 500 рублей. Проводится некая нормализация, то есть приведение слов в вычленении хлем. Вот, допустим, для слова пополни это будет пополнить. Слово рубли будет приведено к просто рур, как и любая другая валюта. Нормальная нормализация. Потом тогенизация через пайморфи, чтобы каждое слово у нас разложилось на составные части, чтобы мы смогли рассмотреть граммы и разобрать падеж, нужное число. Эта информация бывает важна, если мы хотим излечь более сложную сущность из текста. Дальше. Излечение сущностей. В данном случае приведем пример. Пополним мой брокерский счет на 500 рублей. У нас действие — это refill, то есть пополнение. Сумма, value, 500, валюта, руб. Ну и так далее. Можно как угодно раскладывать все это. И накладываем все это if, leave, 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 else. Все это можно разбить на такие группы по кодовой базе. Зеленым цветом отмечена как бы первая база, потом вторая, потом третья. Рассмотрим нормализацию плюс токенизацию текста. Здесь приведем пример кода локального нормализатора. Соответственно, тут идет инициализация основного морф-компонента. Это PyMorph 2, Morph Warper. И далее у нас есть два пайплайна, по которым можно идти. Первый пайплайн — это обычная нормализация текста, конверсия юникодовых символов, цифры, буквы. Буквы отдельно разделить все это. Номера телефонов, номера карт. Объединение суммы, в общем, список можете сами как угодно настраивать под себя. На вход просто принимаются тексты, текущий список токенов. И на выходе получается новый список токенов, измененный. И также строится нормализованная ваша строчка. Дальше идет второй небольшой пайплайн. Это синонимизация. Это текст TUNAM, вычленение валют по вашему внутреннему какому-нибудь ямлику, где вы держите абсолютно все валюты со всеми синонимами. Если, допустим, у вас рубль может стать рубликом, деревянным, руб, r, точка и так далее, чтобы вы могли динамически пополнять словарь синонимов. Граммы. Ну и потом вы просто это загружаете. Вызываете, прогоняете первый пайплайн, второй пайплайн, и на выходе получается оригинальный текст, нормализованный текст и токены. Вот, собственно, пример. Зеленый на зеленом не очень, но вроде как видно. Пополнить мой брокерский счет на 500 рублей, соответственно, мы получаем такой вот список, точнее словарь со всеми необходимыми нам элементами. Разберем немного, чтобы было видно. Оригинальный текст — это оригинальная строчка, которая к нам пришла, оригинальная фраза. Нормалайз текст здесь получается в нашем локальном нормализаторе, токенизаторе есть извлечение сумм на базовом уровне, поэтому мы смогли затереть 500 рублей в money token. И как можно заметить, в entities, в базовых сущностях, есть нам токен, money token и currency token. В принципе, тут фраза не такая сложная, поэтому это можно вычленить на базовом уровне, прям с лету. Ну и все наши токенизированные элементы, где есть текст, сырой текст, граммы. Дальше еще будем разбирать, что внутри находится. Разберем. Тут приведен, получается, первый токен, это пополним. И последний токен, точка, если мы будем проходить циклом while до конечного символа, мы его генерим самостоятельно. Это sentence and point token. Пополним, разберем его поподробнее. Он состоит из текста, сырого текста, граммы, леммы и является ли это стоп-словом. Вот. Текст, соответственно, это оригинальный текст, row текст. Можно подумать то, что текст и row текст одно и то же, но на самом деле к нам со стороны платформы может проходить еще дополнительная нормализация. И текст и row текст могут отличаться. Такое может происходить и с числительными, потому что 500 может превратиться из слова оригинального в собственное число, поэтому в текст будет лежать 500. 500 словами, а в row текст может лежать 500 буквами наоборот. То есть это специфика платформы. Граммы содержат разбор слова. Тут есть рот, тут есть склонения. И если в лингвиз, то это просто для вас как открытая книга, наверное. Потому что я это разбирал с документацией для того, чтобы понять, как все это между собой коммуницирует. Потому что были интересные кейсы перевести 100 рублей или перевести 100 котят, или перевести 100 арбузов, или перевести 100 сотку. И вот такие интересные кейсы, их можно регулировать вот на основе этой информации. Лемма и является лето-стоп-словом. Бывает полезно, когда клиент скажет в конце фразы какой-нибудь стоп, нет, хватит, я передумал, а это у вас влезет все в первой фразе, и вы понимаете, что нет, тут лучше выйти, и клиента дальше не гнать, а то вы еще платите за все эти сообщения как бы. То есть вы тратите, платите ресурсом, тратите ресурс платформы, и вам потом за это спасибо не скажут. Более сложный токен, тут у нас 500. Вот тут уже, конечно, есть составляющие токен-тайп, и на правой стороне есть композит-токен. Тут разберем поподробнее, то есть как можно на ранних этапах извлечь необходимую нам информацию. Токен-тайп, собственно, говорит о том, что у нас 500 это нам токен, тут есть 500 интовым значением, и является ли это прилагательным. И по правой стороне у нас есть составной токен, так как у нас после 500 идут рубли, соответственно, мы сразу можем сказать, что это часть составного композитного токена, money token. Это начало, длина composite token length 2, и, соответственно, тут мы уже видим 500 рур. Ну вот мы разложили всю эту прекрасную строчку на огромную JSON, и теперь нам нужно извлечь из нее сущность. Сущность как раз-таки это то, с чем работает на бизнес-логике сценарий. Допустим, действие, опять же сумма, но сумма может быть у вас 100 рублей и 200 долларов, и как вам ее валидировать, непонятно, и вам нужно на уровне сущности это пересекать. Тут достаточно простой датакласс двумя свойствами. Является ли этот токен, точнее сущность, является ли она композитной, то есть состоит из нескольких токенов, допустим. Переведи, пожалуйста, это у вас два токена, у вас, пожалуйста, сжирается неким garbage collector внутри вашего экстрактора сущностей, и у вас получается, что он композит настоящий из двух частей, потому что ваше, пожалуйста, другим сущностям не надо. Ну и является оно пустым. Есть какой-то базовый entity-экстрактор, чтобы извлекать все эти сущности. У вас есть стандартный, получается, метод getEmptyEntity, чтобы у вас экстрактор хоть что-то возвращал. Есть метод getEntity, который необходимо имплементировать, когда вы создаете свой экстрактор. Ну и экстракт по дефолту, который там есть. Есть пример такого экстрактора как раз-таки для суммы, где идет переопределение getEmptyEntity. Здесь у нас уже value разбито на amount и currency. Соответственно, getEntity я тут не стал вписывать, потому что там может быть сложная логика, и просто на слайд он даже не поместится. Ну и таких экстракторов в сущности вы можете наклепать сколько угодно, сколько хотите согласно бизнес-логике. И на выходе из всего этого вы получаете вот следующее то, что справа находится. Это action refill, brokerage contract, то есть тип брокерского инструмента. Это брокерский счет, может быть, EIS, может быть, индекс копилка. Сумма 500 рублей, карта none, потому что ее не было. И вот слева-то, конечно, то, что подавалось. На каждую такую сущность приходится свой экстрактор. Action extractor, который извлекает вам тип действия. Тип брокерского инструмента. Брокерские счеты, EIS, инвес, копилка, сумму вы смотрели. И платежные инструменты. Ну и теперь самое интересное. Условия. Это большое полотно, которое стоит из EFL, для того, чтобы ваша бизнес-логика не нарушалась, пока вы извлекаете все необходимые вам сущности. Это пример одной из версий экстрактора, который… ну не экстрактора, а одна из версий условий, которые сейчас держатся в сценарии переведи деньги. Это разветвляющий сценарий для того, чтобы маршрутизировать клиента по сценариям переведи через СБП, клиенту Сбербанка между своими счетами или оплата сотовой. И, соответственно, бывает так, что к нам может залететь трафик из других сценариев. Допустим, у нас тут есть валидация конституционного сценария, что такое СБП. Тут есть также работа с кредитными картами, тут есть работа с бонусами спасибо, отмена, cancel or refund payment и так далее. Потому что, к сожалению, не получится просто так разбирать все слова не только свои, но еще и других команд, потому что клиент захочет перевести бонус спасибо, а оно к вам залетит, потому что так решил общий классификатор. И вам необходимо амортизировать трафик уже командам соседним. И получается зависимость. Ну, собственно, результат, который сейчас давненько на самом деле существует, напомню уже как с года, наверное, это вот такой разветвляющий сценарий. И вспомним тот график, то есть какой цели мы добивались. Мы добивались того, чтобы наша конверсия выросла. И средний прирост по метрикам продуктов, то есть как раз-таки по CR, у нас прирост 10-15% в среднем по всем продуктам. Ну и клиенты стали чаще попадать в нужный продукт за счет нашего разделяющего навыка. И в целом процесс теперь выглядит вот так. Конечно, у нас конечные EFLs — это просто костыли в меру того, насколько у нас разработка могла это сделать в кратчайшие сроки. Но для этого всего есть другие альтернативы. Вы можете все это провести через бинаризацию, а потом прогнать через обычное дерево в меру своих технических уже, ну, железок скорее, таких ресурсов. То есть вы можете заняться one-hot-энкодингом и разбить абсолютно все свои сущности на вот такой бинарник. Из нулей единиц. По экшену. Какой экшен. И является ли это ifIQ-шным, то есть консультационным сценарием. И если там сумма, создать там свой garbage collector, если там 5 мусорных слов, 10 мусорных слов, отправить клиент на переспрос, тут уже вы делаете, что хотите. Почему я это все вел? Создавать такие продукты иногда возникает просто острой необходимость, потому что бизнесу надо. А если бизнес не выполняет, то и разработчики тогда не нужны, потому что продукт уже становится недееспособным, он просто оправляет на сопровождение. И, соответственно, иногда нужно создавать такие MVP в меру своих возможностей и не забывать, конечно, в целевом варианте, потому что когда вы презентуете свой продукт, вы потом можете пойти к руководству и сказать, мы это сделали, дайте нам получше, пожалуйста, теперь, потому что мы можем. И потом вы идете параллельно в целевую историю, поддерживая свой MVP и постепенно выводя его из эксплуатации. Не стесняется писать костыльные решения, когда вот просто нет на самом деле выхода, нет ресурсов, нет времени, нет разработки дополнительных людей. И вам необходимо выпустить хоть что-то на прот, чтобы оно работало, что потом уже пересинуть целевое решение. Но обрабатывать запросы можно, на самом деле, такими простыми инструментами и достигнуть достаточно высокого качества. Спасибо за внимание. QR, группа Телега. Если будут вопросы. Спасибо. Так, друзья, вопросы? Левый сектор. Давайте кто-то там за вас болеет. Вот туда, молодой человек. Добрый вечер. Спасибо за доклад. Очень интересно. Подскажите, пожалуйста, вопрос немножко не технический. А все-таки вам впоследствии выделили денег на нормальные продукты? Или вы так и сидите на этом костыле в течение года, который вы выкатили год назад? Вот, спасибо. Спасибо за вопрос. Там наша разработка смеялась, на самом деле. Из команды я вот ушел на тот момент, поэтому я не знаю там дальнейшую судьбу, была ли выделена там моделька, допустим, даже. То, что я показывал, это первое приближение кода. Конечно, мы все это отрефакторили. Но что там дальше происходит, уже не моя забота, я в инвестиционном бизнесе. Шагид улыбается. Я заметил, Шагид. Так, друзья, кто еще? Так, давайте, да. О, вот, отлично. Еще одну приставочку можно выиграть, да? Вы сказали, что open source решение, использовать это не слишком безопасно, и что поэтому лучше сделать свое решение. Но насколько отличались решения open source и ваши в итоге? И можно ли было как-то адаптировать open source под более безопасное решение? Потому что, ну, я люблю использовать open source. Так, по-моему, быстрее получается и легче. Спасибо за вопрос. Скажем так, безопасники не любят фразы «я люблю open source». Я безопасником не являюсь, но это как бы просто передавая их мысль. А так можно, конечно, посмотреть на open source решение, посмотреть на архитектуру, что-то оттуда взять, какие-то паттерны и использовать в своем собственном решении. Может просто не получиться затащить open source решение, потому что, насколько я помню, у нас проходил достаточно большой промежуток времени, чтобы затащить библиотеку для работы с текстом. Помимо PyMorph, там есть еще библиотека Ярги, которая написана для обработки текста. Написание правил лингвистов справляются с этой темой. Так что по поводу open source затащить тяжело, но можно. Если не получается, можно посмотреть, паттерны взять и себе упрощенную версию написать. Как бы никто не запрещает. Окей. Так. Ну давайте. Спасибо за доклад. По ощущениям, вы не хотели тащить open source, а затащили половину Наташи, просто ее переписав. По крайней мере, в Яргий парсере точно есть экстрактор денег и всего прочего. У меня такой вопрос. А были ли, есть ли у вас ситуации, когда запрос, например, классифицируется по двум классам? Ну, начали что-то говорить и вроде бы это там переведи деньги на СБП и еще продолжается речь и понимается, что это не просто переведи деньги на СБП, а плати что-нибудь. Ну вот что-то такое. Когда оно одновременно относится к двум, как у вас там назывались, заказчикам? К двум продуктам. Да, к двум продуктам. Что в этом случае делать? Спасибо за вопрос. Получается данный сценарий, это дополнительный продукт, который был сделан командой, чтобы как раз-таки такие кейсы решать. Когда клиент просто говорит переведи деньги, ему представляют выбор. Если он говорит какую-то корнер-фразу, которая имеется в виду там по двум классам может попадать, по два сценария, то показывается урезанная карточка уже с двумя компонентами. Соответственно, можно сказать переведи деньги на счет и тут как бы мобильная связь отпадает. Не знаю, как она сейчас классифицируется, но такой инструментарий предусмотрен, чтобы дать клиенту выбрать из тех продуктов, которые наибольше подходят под его запрос. Так что да, такие кейсы обрабатываются. Так, Шагид, давай. Да, привет. У меня вопрос, который, возможно, не все поймут. Но как это прошло по СИИ? Ага. Так. Инсайдеры. Ага. Скажем так, со скрипом. Но прошли, проходили по СИИ, я уже не помню, наверное, год назад или полтора года назад. И даже получили поддержку от внутренних каван, потому что мы одни из первых стали использовать вот свой классификатор, когда понимали, что такой тренд наступит. Поэтому мы не встретили каких-то больших барьеров. Это вот сейчас может быть сложно с этим немного, но на тот период нормально. Давайте хотя бы расшифруйте по СИИ для тех, кто… Это экзамен по сдачу того, что ваш продукт достоин промо или недостоин. И вы собираете свою команду, скоп сопроводов, скоп безопасников, скоп, возможно, архитекторов, смежников, и доказываете всем, что ваш продукт работает на тестовом стенде. А, отлично. Окей. Так, ну давайте вот в этот сектор зайдем. О, давайте. Спасибо большое за доклад. Я немножко запуталась. Задача была в том, чтобы вообще не использовать никакую open-source LLM. LLM… Или подготовить данные для нее. Спасибо за вопрос. LLM не решили использовать, потому что нет ресурсов технических, чтобы LLM в принципе как-то завелась, и мы потом не вылетели по latency, что мы там теперь отвечаем клиенту 8 секунд, и просто нас бы тогда не пропустили. Мы не могли себе позволить LLM, потому что это достаточно тяжело было бы. И поэтому мы решили пойти в сторону open-source, потому что внутренние решения не позволяли работать с достаточно простыми моделями. Ну вот даже вот здесь можно оставить. Поэтому у нас не было цели написать свое. Это были варианты, которые мы рассматривали, но в итоге пришли к тому, что нам пришлось пойти в эту ветку в силу нехватки ресурсов человеческих и технических. И еще эта безопасность как бы не факт, то, что пропустит какой-то open-source. Это просто не осталось выхода, и надо делать что-то свое. Вот. У нас не было задачи не затаскивать. Я еще, насколько поняла, классификатор именно распарсивает, токенизирует. А кто потом уже, куда отдаются данные, кто отвечает на этот вопрос, чтобы действие было выполнено? Это уже другой сервис? Другие наши продукты. То есть как бы есть четыре продукта, поверх них строится еще один, который маршетизирует трафик. И конкретно если там сказать, переведи деньги по СБП, то трафик пойдет также через этот сценарий и сразу маршетизируется в сценарий пополнения через СБП. И там всякая бэковая начинка, там запросы суммы, запрос кому перевести, себе или кому-то из адресной книги, какая карта, формируется карточка подтверждения, говоришь пополнить, перевести, и готово, транзакция. То есть как бы другой продукт. А может быть что-то еще было использовано, ну пробовали, кроме PyMurphy? Возможно какие-то легкие модели языковые, например, Spice или что-то подобное? PyMurphy пришел первый в голову, потому что сама платформа дает достаточно похожий контракт, и в случае, когда мы получаем контракт, мы работаем с ним, а когда мы получаем сухую строчку, нам необходимо привести эту строчку к тому контракту, который отдает платформу, чтобы не фигачить костыли, а привести строчку к тому формату, который нам платформа отдает, и у нас была одна кодовая база. Поэтому PyMurphy был взят за основу, потому что он используется нашими коллегами. А еще там маленький вопрос. А вам использовали для токонизации? Пробовали? Нет, не использовали. Спасибо. Так. Сейчас, друзья, я просто смотрю, где у нас… Так, левый сектор все еще не активен. Ладно. А вот давайте… Вот я дойду сейчас, да. Привет. Спасибо. Привет. У меня такой вопрос. А как классификатор отреагирует на то, если, скажем, кто-то решит написать запрос на английском языке? И еще под вопрос отсюда, есть ли ограничения на использование транслита? Если русские слова будут писать английскими буквами, как на телефонах в конце 90-х нулевых? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, некоторые до сих пор пишут там за рубежом на англоязычных клавиатурах, попадаются иногда в транслит. Да. На самом деле этот вопрос должен решаться на уровне платформы, потому что платформа должна приводить строчку к нормальному виду для того, чтобы до нас она доходила корректно. Иначе, если мы будем решать головную боль не нашу, а головную боль платформы, скорее даже не головную боль, а непосредственную задачу. То есть платформа обязана нам предоставить более-менее вменяемые данные, с которыми мы можем работать. Клиент может напечатать что-нибудь, опечаточник какой-то должен быть. Ну, в принципе, есть. И мы получаем нормальную фразу русскими буквами, насколько это возможно. Если до нас что-то долетает транслитом, то значит, что вот так и задумывалось, допустим, разные банки, или же так у вас назван контакт в адресной книге, и мы понимаем то, что это что-то похоже на ваш контакт из адресной книги. Мы это оставляем и потом валидируем. То есть тут как бы часть должна решаться на платформе с учетом того, какая специфика продукта. Так что это их задача. А англоязычные пользователи есть? Ну, я знаю точно, что у Сбера есть англоязычные пользователи в России в том числе. А здесь вы сталкивались с кейсами? Есть, но мы скорее сталкивались с русскоязычными пользователями, которые очень криво называли контакты в адресной книге. Это вот самые больные кейсы, которые были, и преимущественно мы решали русскоязычные кейсы. Понятно. Так, здесь, давайте я, ну для разнообразия, вот так вот туда-сюда. Вот давайте вот молодому человеку, да. О, левый сектор. Коротенький вопрос. Сколько вы потратили человека часов на то, чтобы написать все эти EFLs? Так, хорошо. Чтобы не использовать open source, как мы поняли. В первом приближении, наверное, спринт. Около того. Это чтобы выкатить самый базовый функционал. Спринт две недели имеется в виду. Для того, чтобы это докатить до какого-то приличного состояния с учетом того, что мы должны считать, генерировать фраз, генерировать датасет этих фраз, написать юнит-тесты под самые разные корнер-кейсы, то, наверное, полтора-два спринта. То есть первое приближение основной функционал, потом докидывание данных и доведение до какого-то вменяемого результата. Два спринта. Это параллельный процесс. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Так, давайте. Добрый вечер. Спасибо за доклад. Насколько я понимаю, вы вдохновлялись open-source, Наташа, Яргий и другие, а в итоге вы сравнивались по результативности с этими инструментами? Может, сделано что-то настолько крутое, что этим стоит назад в open-source поделиться? Спасибо за вопрос. В реализации, которая лежит под сценарием, вот этой вот карточкой, которая впереди была, там лежит Яргий, под Яргий лежит Наташа. То есть тут реализован Яргий. Ну, в контексте фреймворков, опять же, и библиотек. Вот. Получается, здесь использовалась, на самом деле, Яргий. Я рассказал пример про PyMorph, чтобы не было какого-то конфликта в голове, то, что, а что такое Яргий? И чтобы я не говорил, что такое Яргий, еще пять минут с примером года. PyMorph более простой вариант, который можно использовать с открытой библиотекой. И тем более то, что Яргий обновляется очень редко, наверное. Насколько я помню, у нас там была проблема с тем, что одна версия вышла там условно в 20-м году, а следующая в 23-м году. Вот. Поэтому мы пришли к PyMorph, а проблему, которая там… Вот Наташа, она больше под русский язык, но для PyMorph как раз-таки поэтому устроена pipeline и синонимизация и приведение нормальных форм текста, которые генерируют PyMorph в нормальную версию с точки зрения человека, потому что некоторые слова очень плохо обрабатываются. Ну, в общем, такой кейс. Не планируете поделиться? Скорее нет, чем да, потому что мы… Берите на open source в банке. Мы скорее просто… Это один из кейсов создания MVP. Мы просто не планируем переходить в open source, потому что, опять же, это время. Нам легче сделать то, что делается текущими ресурсами, текущими лейбами фреймворками и параллельно переходить на целевое решение, то есть то, что было в докладе. Так что нет. Спасибо. Так, ну что… Так, кто там в правом секторе? Я буду вот так вот гулять. Вот давайте молодому человеку, чтобы, опять же, для разнообразия. Да? Правильно? Павел, привет. Привет. Меня зовут Семен. Хотел спросить. У нас вот в команде есть навык маршрутизации тоже запросов для распределения запросов в отельном бэкэнде. Там пользователи запрашивают разные функции. И он, насколько я помню, реализован следующим образом. Мы отправляем запрос сначала в навык, написанный в смартапе, в котором есть достаточно много функциональности по определению интентов. То есть он может определить, что это за фраза, и в соответствующий стейт перевести. И мы уже из этого стейта присылаем ответ на наш бэк, что это такое, и потом в зависимости от этого с этим ответом что-то происходит. Почему вы похожий подход не использовали? Там вроде достаточно гибкая работа с вот этими вот выражениями, ну то есть в зависимости от которых куда направить запрос. Расшифрую. Получается есть смартап, смартап это набор навыков. Соответственно, я так понимаю, в навык идет трафик в сценарии, потом он идет в другой навык, и потом обратно. То есть вот так. То есть навык работает как маленький микросервис, который занимается классификацией. Ну, скорее просто в навык идет запрос, из него он возвращается в бэк, уже классифицированный этим навыком. То есть навык по сути является классификатором. Ну, у нас тоже навык является классификатором, просто помимо этого является и продуктом для дозапроса информации, потому что иногда непонятно, что мы веду клиент. То есть у нас просто была проблема с тем, что спектр запросов, он был очень похож, но проблему решали разные продукты. Поэтому мы не могли пойти в какое-то другое направление, кроме как не создать продукт, классификатор, который и дозапрашивает информацию клиента, чтобы правильно его промышлитизировать. Вот, собственно, вот это оно и есть. Поэтому мы остались вот в этом решении продукт классификатора, сценарий классификатора. Мой вопрос скорее о том, почему вам не хватило стандартного функционала вот типа смартап графа там или смартап кода? Потому что мы находимся во внутреннем контуре, и этот функционал, он для внешнего контура. То есть у нас банковские сценарии. Поэтому мы не могли себе позволить перейти какой-то на другой технический стэк внутренний. Ну, это вот внутриковая тема. Чтобы индей не придавило, можем потом как бы обсудить. Ну, я понял вопрос. Окей. Хорошо. Давай, Илюш. Большое спасибо за доклад. Хотел спросить. А вот для построения классификатора смотрели в сторону, например, алгоритмов борьбы с рерайтом, когда после нормализации ключевым словам присваивается определенная стоимость, и мы получаем там какую-то… потом суммируем стоимость и получаем какие-то диапазоны. Ну, например, перевести там тысячу, пополнить две тысячи рублей, там 50 рубликов, 51 доллар, 100. Вот, и получаем там 1051. То есть перевести 51, перевести рубли. Вот. В такую архитектуру мы смотрели, вроде без эмэля, и хорошо борются. Я знаю, что рекомендательные системы, которые сейчас перешли там в разные… которые используются в одних системах, в других, в общем, они используют именно такой алгоритм. Спасибо за вопрос. Есть инструментарий, который просто викторизирует строчку в необходимую… То есть как бы есть какой-то скоп у вас фраз, который говорит о том, что вас, клиента, нужно направить в определенную ветку сценария или в другой сценарий. Вместо того, чтобы извлекать все эти сущности, можно просто все это прогнать через викторизатор и просто по косиному расстоянию, либо по комминс, по тому, сколько у вас классов, определять, куда направлять клиента. Так тоже можно, но мы теряем семантику. То есть расположение фраз просто поменять местами. На 500 переведи. Переведи на 500. И, в общем, тогда получается датасет очень сильно расширяется. И мы теряем, соответственно, семантику. И плюс извлечение всей этой информации позволяет клиенту перевести с одной фразы все это. То есть если сказать «Пополни мой СБП…» «Переведи мне в такой-то банк по СБП 100 рублей», сразу эта фраза залетает на карточку подтверждения в сценарии СБП и нет никаких дополнительных перед этим процессов векторизации фразы, чтобы провести классификацию, потому что мы извлекаем все сущности, они сразу рабочие, мы их направляем в сценарий, и эти же сущности используются для того, чтобы классифицировать, что это перевод СБП. Поэтому помимо того, что мы классифицируем, мы извлекаем необходимую информацию для проведения транзакции следующими сценариями. То есть мы двойную задачу решаем и классификацию, и сущности извлекаем и выполняем транзакцию. Спасибо. Понятно. Так, кто еще хочет задать? Да, ты хочешь. И ты хочешь. И ты хочешь. Три вопроса осталось. Окей. А, у тебя дополнение? Вы там договоритесь между собой, согласуйте позицию. А пока вот… Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос. Вы сообщили, что у вас было ограничение по времени, ограничение по ресурсам, чтобы воплотить какое-то… Чуть поближе микрофон. Чтобы воплотить какое-то, я так предполагаю, оптимальное решение. Я хотел спросить, какое, по вашему мнению, было бы оптимальное решение, если бы был доступ к любой машине, к любому железу, к любым ГПУ. Если бы не было ограничения ни по день, ни по деньгам, ни по ресурсам. Мечты, мечты, мечты. Спасибо за вопрос. Так, если бы был полный карт-бланш со всеми ресурсами мира, то, наверное, просто можно запилить микросервис, через который идет поток, там уже все это классифицируется, и нам отдается обогащенное сообщение и со всеми извлеченными сущностями. То есть просто трафик направлять в продукт, хотя это тоже, в принципе, оптимальное решение с точки зрения бизнеса. Если бы у нас не было таких одинаковых отчасти продуктов, то сделать отдельный микросервис, которым крутится мощная моделька, которая занимается классификацией, с извлечением всей необходимой информации, добогащая наше сообщение по брокеру по кавке, с которым мы работаем, и все это прилетает в нужный нам, собственно, сценарий сразу же. И это в случае, если у нас нет конфликтов между сценариями. То есть оптимально было бы это отдельный такой блок в архитектуре, через который идет весь трафик и там идет добогащение. Как один из вариантов. Дополните, быстренько. Давай, быстренько. Что бы использовали за основу именно классификатора? Типа там, ну, написано было там Beard, LLM, разные модели. Только GigaChat. И ничего больше. Еее. GigaChat. Супер. Наконец-то. Мы услышали это. Так, ну давайте. У тебя все еще есть вопросы или вы договорились, что… Нет, ну… Давайте коротко. Коротко. Вот насчет костылей. Насколько это частая практика у вас? И было ли такое, что кто-то, не обладающий особыми мыслительными способностями, сломал эти костыли и пришлось быстро все переделывать? Спасибо за вопрос. Это MVP, соответственно, костыли неизбежны. Вообще костыли неизбежны с точки зрения быстрого вывода продукта в какой-то степени, потому что всего предусмотреть нельзя и нужно какой-то функционал подбивать под бизнес-кейсы, которые того хочет заказчик. Заказчик в лице product owner. Если мы говорим про… Я потерял мысль. Какой вопрос был? Sorry. Кто-нибудь ломал костыли и что с ним было? Точно, ломать костыли. Юнит-тесты. Пишется огромное количество юнит-тестов, чтобы какой-нибудь джун не сломал все эти костыли, но, соответственно, большое количество юнит-тестов грозит тем, что при любого изменения логики вы изменяете большое количество юнитов. Вот этого у вас страдает time-to-market, и вы не можете быстро вывести продукты и починить все это. Поэтому все текстыли из EFL-сов это само по себе не очень решение. Скорее ближе вот это решение для того, чтобы у вас все было моделькой, то, что вы могли настраивать бинаризацию и у вас просто был класс вместо всего того, что происходит здесь. Поэтому если ломается, бьем по рукам и заставляем писать юниты, чтобы он больше этого не ломал. Такое решение. Отлично. Отлично. Так, ну что, папка, гордишься? Давай. У меня серьезного ничего не осталось. Да, спасибо за доклад. Во-первых, по вопросам, которые тут возникают, чувствуется, что народ развращен уже ЛЛМками, вот это все в нашу жизнь вошло плотно. На самом деле, похожую задачу, чуть попроще, еще лет пять назад, по-моему, решал за одну человеку неделю. Теми же самыми средствами и нормально, и сейчас бы тоже, скорее всего, их бы и взял для такой задачи. Поэтому все нормально. А вопрос такой, там, ты упоминал, что всякие вежливости откидываются, как никому не нужные. Если бы вдруг от бизнеса пришла задача, а давайте вежливым комиссию поменьше будем делать, насколько сложно ее реализовать. Поменьше комиссию. Тут команда перестанет существовать, если мы комиссию не будем повышать. Я, это самое, тоже несерьезный комментарий. Вчера как раз тоже про тельный продукт сказали. Ребята тестили там одного ботика на тестовый, ну, короче, вопрос-ответ. Он там, типа, скажи мне, сколько стоит номер на какие-то даты. Вот выдал там, ну, такая-то сумма довольно большая. Ответ, типа, офигеть, но немножко по-другому. Офигеть, какая цена. Вот, а, типа, скидку можешь сделать? Бот. Я понимаю ваши чувства и реакцию, что, значит, такая цена. И мы можем сделать вам скидку 10%. Это был тестовый бот, нереальный отель, но кажется, что здесь сработал обратный сценарий. Да. Ну и давай. По традиции ты закрываешь. Спасибо за доклад. А можно ли сделать на основе вашей первой версии тестовую учебную версию, когда ни карт, ничего, просто брокерский счет и на нем бы учились и все бы шли в Сбербанк открывать брокерский счет благодаря тому, что все это очень понятно и очень хорошо. Вот. А у нас, так же, как предыдущий доклад, закрываем вопросом про обучение. То есть использовать этот пример как за обучение и показывать другим. Мне последняя картинка не нравится, я бы не включал обучающие материалы, но как вариант решения сложного кейса какими-то базовыми ресурсами, да, не за неделю, потому что если накладывать релизный процесс и другие команды, то получается долго. Но в целом, как за основу это можно было бы взять в качестве учебника для джунов, стажеров, чтобы просто показывать как можно и забейте про вот эти вот ваши очень умные фреймворки, я, конечно, не говорю, что это все плохо, но давайте мыслить в реалиях того, когда все горит, нужно все сделать вчера. Вот. Как предложение, да, учить джунов реальному бизнесу, когда нужно делать велосипеды из костылей. Да, такая жизнь. Это напоминает мне, да, разницу между школьным и университетским образованием и реальной работой. То же самое. Разница между там курсами программирования и реальной работой. Вот на такой философской ноте мы закончим. Паш, давай салют кому предложим? Мне понравился вопрос про… Сейчас. Вопросов много было. Вопрос про то, как бы я здесь… Как бы я. Мы, наша команда прекрасная. А, на неограниченных ресурсах. Неограниченные ресурсы. Да. Поздравляем. Поздравляем. Ура. Пользуйтесь на здоровье. Иногда надо давать волю фантазии и размышлять, что ты работаешь не в банке, а в прекрасном каком-нибудь стартапе у вас нет ограничений. Да, кроме инвесторских денег. Да, прекрасно. Да, отлично. Спасибо большое, Паш.